всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня прежде чем я начну расклад я хочу ответить на свой последний пост в разделе сообщества скорее всего прокомментировать пояснить кое-какие вещи и мне бы хотел чтобы вы послушали они перематывали сразу на расклад потому что на мой взгляд эта информация очень важно по крайней мере для меня ну хотя ваше право речь пойдет вот о чем для тех кто не знаком с ютюбом да и как это вот вся система устроена и где на какие с техническим моментом где на какие кнопки нажимать под моим видео да прям вот с левой стороны так как вы смотрите есть фотографии нажимаете на мою фотографию либо на имя и фамилия вас переград перебрасывает на главную страницу моего канала там линеечки вы увидите название да то есть начало до привод под баннером начало видео плейлисты потом по моему канала и сообщества так вот нажимаете на сообщество там вы сможете прочитать самый последний пост о котором сейчас пойдет речь это я поясняю тем из вас кто не знаком не владеет технологии так легко и просто да почему потому что возрастная категория людей которые смотрят меня она начинается от 30 до 72 лет поэтому ну ясное дело что молодежи намного проще нажимать ну на ты с технология люди постарше им намного сложнее это сейчас никого не оскорбляю да никого не унижая не принижая просто я поясняю что если вы вдруг захотите понять разобраться чем я вообще говорю сейчас да чтобы вы смогли ну хотя бы первично почитать этот пост так вот о чем идет речь я постараюсь сказать вкратце много времени у вас не забирать речь идет о том что на моем канале раз в месяц я провожу прямые эфиры где отвечаю на ваши вопросы и иногда рассказываю некоторые вещи так вот эти эфиры они проходят раз в месяц и как правило это по моему 1 четверг если я не ошибаюсь после того как несколько раз комментарии к этим эфиром были не совсем лестные от людей даже не то что это была критика а это просто было да даже не в мой адрес а комментарии о людей скорее всего от людей которые немножко не совсем в тему того о чем я говорю на прямом эфире и поскольку такое случилось несколько раз я решила что плюс ко всему что я хочу расти развиваться я решила этот формат изменить почему я сейчас про это говорю потому что я прочитала один комментарий и поняла что независимо от того насколько я подбираю слова и насколько я стараюсь быть максимально понятной до через текст и все равно искажение информации происходит то есть каждый человек который читает он читает по-своему да то есть я один смысл вкладываю а люди понимают по-своему так вот голосом не проще рассказать и пояснить я не закрываю канал я не закрываю бесплатные расклады они как были они так и остаются канал я не могу закрыть потому что это моя площадка работы да это в принципе если кто-то ходит там в офис куда-то ходит на работу я хожу на youtube это моя работа поэтому закрыть расклады я не не планирую делать их платными я тоже не планирую они как были в открытом доступе они так и будут то что я хочу перевести на платную систему это вот эти прямые эфиры почему я хочу их сделать платными поясню хотя в посте мне кажется я очень подробно и понятно описала но все же уточню тогда поясню дело в том что последнее время вообще в принципе я очень много читаю я постоянно развиваюсь и узнаю много полезный на мой взгляд для меня информации у меня последнее время появляется желание поделиться с вами этой информации информации который сложно найти на ютюбе это могут быть философские книги я часто говорю про это и вы об этом знаете либо психологические какие-то некоторые книги и и в силу того что можете сказать одаренные может быть в общем короче говоря мне эти знания даются просто легко то есть я читаю я понимаю не надо мучиться над этими абстрактными понятиями то есть какой смысл здесь вкладывает автор о чем здесь у каждого человека есть свои какие-то способности так вот моя способность это понимать вот такие форматы психологические метафизические философские и мне хочется поделиться потому что именно в этой информации находится зерна о которых вы очень часто спрашиваете в комментариях например а душе что такое душа как она устроена как а сколько раз она перерождается к откуда мы произошли и одно дело если я от кого-то там бы что-то услышала и это пересказала и это был бы один формат и я не знаю насколько эта информация была бы верной а другое дело когда ты в моем понимании начинаешь читать источники в данном случае для меня источники это той формации которую я планирую делиться это книги платона они написаны на древнегреческом переведены на новогреческий и в принципе поскольку это один и тот же язык искажений не так много но когда ты начинаешь переводить с греческого на любой другой язык да даже с русского допустим на другой язык чисто лингвистические происходит искажение до происходит непонимание неких терминов и оттуда теряется весь смысл и когда я начинала изучать до того как сейчас взялась за книгу платона государства до этого был трактат гермеса тресмегеста вот он тоже написано на древнегреческом и я поняла насколько он искажен до переведу потому что он был изначально переведен на латынь а с латыни уже был переведен на все остальные языки и вот сам по себе перевод он искажает информацию и многие слова и многие термины понятия которые были вложены в сам язык вот они были неправильно интерпретированы так вот вместо того чтобы слушать но опять таки это чисто субъективно я всегда говорю субъективную точку зрения это не естественно это есть лишь моя правда и мое восприятие вместо того чтобы переслушивать разных людей которые просто где-то что-то послушали где-то что-то поняли и говорили потому что ну вот есть такая информация так говорим мы например шуровал рот никто не понимает что это такое откуда но вот услышали нам показалось это очень умно мудро и вот мы давай это транслировать да и то есть ну сарафанное радио так вот моя задумка заключалась вот в чем мне захотелось поделиться с вами этой глубиной а поскольку мой предыдущий опыт прямых эфиров бесплатных показывал о том что стоит не затронуть чуточку глубже некоторые вещи всегда появляются залетные птички которые не совсем разбираются в каких-то вещах где-то понаслышке где-то что-то прочли где-то что-то услышали вы заменили себя философами и считают нужным там что-то корректировать поправлять и указывать и все такое я терпеть не могу критику я про это открыто говорю я не считаю нужным что критика вообще уместно вот если кто-то считает что есть какая-то структурная там критик или там это еще какая-то полезная нифига ни одна критика никогда не было полезной вот и ни один совету никогда не был полезен если он непрошенной внимание непрошенной вот а если ты спрашиваешь и опять-таки ты можешь высказывать только свою точку зрения потому что никто не знает что лучше для меня для вас кроме нас самих потому что у каждого свой путь развития и нету человека там кто бы знал лучшим моей души на что будет лучше мне а что кому-то другому и может для кого-то это покажется что я слишком эгоистично я всегда говорю что я большая эгоистка очень горделивая я свои пороки и свои недостатки знаю точно так же как знаю и свои достоинства и мне кому-то что-то объяснять и рассказывать не вот не стоит задача но мне неприятно да то есть здесь вопрос не в том как я принимаю критику или нет и опять-таки не надо мне писать о том что вот или не надо прорабатывать себя и если вы там не гердите на критику в общем вот эта чушь не писать ничего не нужно почему потому что я его сама у меня отец всегда говорил такую очень мудрую фразу да не учи батю не учи ученого вот поэтому я вас сама научу чего чему нужно и чему не нужно если захочу поэтому говорить мне о том что вот ты это не проработал и 5 10 не надо потому что столько сколько работаю я поверьте мне не многие работают и это сейчас не какая-то вот гордыни похвала а это то сколько энергии я вкладываю сколько времени сколько сил сколько финансов я вкладываю для того чтобы понять и разобраться как я устроена почему у меня работают такие сценарии начинаю анализировать свои прошлое воплощение эти воплощения то есть я очень много работаю я не буду сейчас говорить что и это не про хвастовство это про то что когда мы лезем со своими правилами со своей ложкой в чужую банку с медом мы все время нагадим поэтому мне захотелось это сейчас просто пояснение моего последнего поста я созрела для того чтобы передавать вам глубокую информацию и именно поэтому я поставила фильтр финансы не для того чтобы как я и писала в комментариях то есть у меня нет цели наживы да я не хочу там продавать какие-то там услуги или все такое тем более я хреновый продажник вот платные эфиры которые я хочу создавать скорее всего это даже не эфиры это некие такие клубные встречи буду да я найду площадку такая которая была бы удобна людям которые вообще технически не владеет то есть просто перейти нажать на ссылочку и попасть в эту площадку где будем проводить клубные встречи то есть безусловно я позабочусь об удобстве комфорте и простоте я так всегда делаю но фильтр финансов я ставлю лишь потому чтобы не было вот этих вот ненужных залетных птичек комментариев чтобы мне никто не указывал и не говорил вот это вот правильно вот это нет почему потому что меня это бесит меня это раздражает я эмоциональный человек мне пофигу как я выгляжу на этот счет там правильно неправильно я никогда не говоря о том что я идеально я не стремилась к идеалу у меня другие ценности и другие понятия в жизни к чему я вообще хочу идти и стремиться и на данном этапе это счастье и если какие-то вот такие вот эмоциональные всплески они выводят меня и счастье то конечно же я буду выстраивать свою жизнь и свое пространство очищать таким образом чтобы вот этой вот критики было меньше всего потому что это моя ответственность перед перед мной не перед кем-то еще раз поясню вкратце на этом поставим точку расклады как были в открытом доступе так они будут они не будут платными я не собираюсь продавать и то есть я знаю я осознаю я понимаю что многим из вас расклады помогают понять себя и тем на самом деле на просторах ютуба которые мы с вами на канале разбираем их не так много да чтобы еще можно было пойти какому-то другому тарологу и посмотреть и тогда можно было бы на тебя или не забить что ты там говоришь и о чем вот я я осознаю это да и да мне и самой нравится это делать но платными станут прямые эфиры цена будет конечно же небольшая да еще расскажу это это не цель наживы а это просто фильтр отсеивания ненужных мне людей и когда я буду говорить какие темы мы будем обсуждать на этих клубных встречах вы поймете что а это будет намного глубже вы получите информацию ту которую напрямую вы бы нигде не получили да почему потому что буду затрагивать такие очень важные темы метафизические ясное дело не вот где буду рассказывать делиться в общем делиться так как я люблю но платные не будут по причине того что чтобы не было вот эти вот залетных пташек и чтобы не было всяких комментариев почему потому что критика когда она начинает выбивать меня эмоционально солнышко начало светить наверное вот так назад отодвинусь чуть а потому что когда меня начинает выбивать эмоционально критика у меня опускаются руки а когда у меня опускаются руки вообще ничего не хочу делать и тогда я являюсь сам себе врагом вот в раздавать собой я не собираюсь поэтому мне проще отсеять вот всех этих критиканов вот это вот я хотела сказать больше информации о том как будет проходить где что и сколько это будет стоить я напишу отдельный пост приблизительно я расчет предлагаю предполагаю что это будет либо две либо три встречи в месяц то есть либо раз в 10 дней либо раз две недели вот по времени это будет наверное около часа и все буду описывать ну и по стоимости ну наверное это будет стоить около ну 500 может быть 750 рублей где-то вот вот в таком районе то есть не меньше 500 это точно и не больше 750 почему потому что я хочу чтобы это было доступно но с другой стороны чтобы это все таки и отсекала ненужных не людей поэтому если вы считаете что хотите опять таки по поводу оплаты найду такую систему где можно будет ну легко и просто переводить деньги вот запись тоже будем делать возможно если вы не сможете участвовать но вам интересно будет тема вы сможете ее зап оплатить и получить посмотреть потом запись то все продумаю как будет все готово я напишу этот пост просто был о том что месяц заканчивается октябрь начнется ноябрь многие ждут прямой эфир чтобы не было вот этого вот ожидания поскольку хочу быть честно и по отношению по я решила сделать ну передать вам эту информацию заранее до чтобы вы знали чтобы не было никаких ожиданий ненужных и вот вот это вот все что я хотела сказать что касается хейта под в комментариях под моими раскладами мне вот на этот хейт мне действительно наплевать почему потому что я не сомневаюсь в своем мастерстве все остальное мне безразлично вот почему есть такая разница что вот там хейт и не принимаешь а тут принимаешь почему потому что те знания они мне очень дорого обходится и не только здесь речь идет о финансах а именно о своем собственном труде сколько я по крупицам собираю вот эту вот информацию когда что-то начинают давать а меня обесценивает меня это начинает бесить поэтому на ту информацию я реагирую так она хейт под видео раскладами мне наплевать действительно уже стала ну то есть уже иммунитет срабатывает хорошо почему а разделение я объяснила и опять-таки не надо пожалуйста писать о том что как не надо вести то есть обращается не обращайте внимание мне кажется что мы все с вами такие достаточно зрелые взрослые люди и понимаем кто такие хейтеры и что нам нужно делать да поэтому сказать что не обращайте внимание либо там еще что-то это бессмысленно почему-то потому что вот элементарно идете по улице вас кто-то толкнул да либо кто-то вам наступил на ногу будете ли вы в этот момент на этот негатив самый элементарный самый простой говорить а благодарю тебя а я пойду поработаю почему я так отреагировала или нет да никто не будет так делать когда нам нам неприятно это эмоции я не достигла уровня просветления сказать что вот я могу ими управлять нет я не могу с одной стороны мне эмоции мешают безусловно вот с другой стороны я живой человек и моя вот эта вот чувствительность она нам помогает мне в раскладах потому что не будь моей чувствительности я бы не смогла считывать информацию опять-таки скажу я не являюсь медиум у меня нету этого дара у меня есть сверхчувствительность и она помогает мне считывать информацию с поля здесь нет никакой мистики никакого такого ничего сверхъестественного именно поэтому я и говорю кто приходит ко мне обучаться на таро что если вы пришли значит вы это можете второй вопрос что нужно просто очень много работать очень много практиковать для того чтобы развить в себе эту способность способность это есть у всех вот на этом мы закрываем вот это вот вступление я благодарю вас что вы послушали и сейчас мы так наверно вот две секунды это к 100 подвину чуть-чуть там не слишком далеко от меня сделаем расклад расклад будет на две позиции почему на две потому что расклад большой расклад название которого вы видите предложила попросил скорее всего даже что предложил а попросил меня александр невский иногда я прикрепляю его комментарии как закрепленный не потому что мне нравится я похвала она мне нравится лезть не лезть мне мне очень приятно когда обо мне хорошо отзываются и мне кажется было бы глупо если бы мне нравилось когда меня наоборот они же унижают оскорбляет вот я прикрепляю не с этой целью а с той что иногда когда мы начинаем взаимодействовать с александром когда я ему отвечаю на его комментарии либо то что он пишет иногда я заметила я даю интересную информацию и одно дело если я в комментариях отвечаю как благодарность либо некоторые моменты где я согласна не согласна другой другое дело когда я в комментариях даю информацию ну на мой взгляд она интересная и поэтому иногда если вы обращаете внимание что я прикрепила какой-то комментарий это а может быть либо хейт и б либо там в комментариях моих ответах есть что-то такое интересное на мой взгляд чисто субъективное я поясняю вам всегда свои поступки и свои действия что касается сегодняшнего расклада тоже он такой неоднозначный где-то здесь либо здесь не знаю как там слева справа высвечивается я прикреплю ссылку на аналогичный расклад я говорила что я не люблю делать два раза один и тот же расклад опять-таки не потому что это расклад я по жизни не люблю смотреть одни и те же фильмы одни и те же книги читать я не люблю повторов и первая причина почему я не хотела делать этот расклад потому что у меня уже есть такой расклад и там где была ссылка вы сможете перейти и посмотреть причем знаете так интересно я зашла по ссылке по этому канала посмотрела себя посмотрела как я изменилась насколько я выросла в своих трактовках с одной стороны потом я почитала ваши комментарии и мне так было приятно я увидела очень много знакомых а ников тех из вас которые продолжают то есть расклад был записан 10 июня девятнадцатого года сейчас уже 21 то есть прошло два года четыре месяца и я увидела знакомые имена то есть хочу сразу поблагодарить что вы остаетесь со мной то есть прошло уже почти два с половиной года вы остаетесь со мной пишите смотрите вот этого действительно цены вот это вот важно за это я вам искренне благодарна поэтому сегодня расклад будет диагностика чакр просьба была посмотреть негатив на чакры негатива не буду смотреть по причине того что это общая диагностика я даю себе отчет в том что любая диагностика на общий расклад с моей точки зрения она бессмысленная почему потому что одно дело когда смотреть общие модели поведения сценарии убеждения которые в принципе есть у многих у нас потому что сценариев по жизни не так много они схожи со многими людьми а другое дело диагностировать это вот аналогично недавно кто-то мне в комментариях написал про кашпировского я вспомнила это вот было прям мое детство детство вот и вот представьте да выходит кашпировский на стадион или там где-то с экранов телевизора и начинает всех диагностировать и говорить вот у тебя там цирроз печени у тебя воспаление легких у тебя там псориаз и так далее и так далее ну то есть вы понимаете да взрослые люди что нет это так не работает поэтому а тем более если мы говорим на негатив негатив на чакрах есть у всех у каждого своей степени я поясню уточню слова негатив это могут быть паразиты мой личный пример был удивительный когда в мою жизнь вернулся один из моих прошлых партнеров и появилась какая-то надежда на то что возможно сейчас что-то можно будет изменить и что-то можно будет сделать и вот это вот надежда она меня очень грела и когда я обратилась к мастеру на очередную чистку что в принципе я делаю на протяжении последнего года очень часто очень много мы работали очень много всего выявили на чакрах не было паразитов и негатива кроме по моему третий если я не ошибаюсь был вот этот вот удивительный паразит который питался вот этой надеждой вот на что у меня было два варианта либо я работала самостоятельно то есть прекращала глупо надеяться на то чего не может быть то есть это я вам сейчас к чему говорю к тому что негатив он не всегда выражается в то что там вот лярвы и либо там еще какие-нибудь негативные пороки проявляются и так далее этому это может быть и позитивно и да вот как надежда то есть задача этого паразита была создавать мне такие ситуации в которых бы я проигрывала вот этот вот сценарий надежды мне было бы хорошо в этот момент я выплескиваю энергию свои эмоции виде энергии и этот паразит прекрасно этим питается то есть разнообразие достаточно большое я не занимаюсь чистками туда соваться не собираюсь я просто поскольку я как скажем клиент знакома с этой системой да я вам поясняю поэтому посмотреть в общем раскладе причем только в двух позициях на негатив либо такой либо известный всем там лярвы паразиты и так далее это вообще не этично и я это делать не буду опять-таки я всегда поясняю свои действия почему я делаю и что я делаю но мы можем посмотреть общую энергетику то есть диагностика сегодня так как я ее предполагаю чакр будет заключаться в том чтобы просто посмотреть энергетику каждой чакры насколько она не то чтобы заблокирована а насколько она работает до насколько она функционирует все остальное вам нужно будет обращаться к мастеру найдите себе хорошего мастера выбирайте его также как вы выбирали бы себе зубного ворча да то есть не каждому доверишься либо как бы вы выбирали ну женщина меня смотрит гинеколога да то есть не в общую какую-то поликлинику кому попало а вообще ну со здоровьем нужно быть очень внимательны потому что это храм вашей души то есть если вы о своей душе заботитесь то а теле надо заботиться в два в три раза больше чем о душе потому что это тот инструмент который помогает вам выполнять в этом материальном мире свои задачи не будет инструмента ваша душа не сможет развиваться поэтому мы с вами сегодня просто посмотрим энергетику чакр в двух вариантах камешки вы видите перед собой голубенький красненький 1 2 1 будет голубой 2 будет красная смотреть будем на колоде небо и земля почему потому что другие колоды у меня такие достаточно специфические для того чтобы смотреть какую-то серьезную диагностику на них если не больше про состояние души так наверное приступим уже смотрел уже полчаса наговорила благодарю вас за терпение но на мой взгляд это было очень важные вещи которые я хотела вам сказать и передать и так вот для тех кто не знаком с чакровой системой опять-таки касательно чакровой системы как и многого многих других вещей мое восприятие немножко иное потому что кто-то меня недавно спрашивал знакома ли я с ольгой михайловной веремеевой я училась у веремеевой девять месяцев очень сильный маг вообще человек с огромным потенциалом про ольгу михайловну можно говорить очень много она подходит не всем она интересна не всем не все ее понимают на своих занятиях безусловно она говорит малую часть того что знает и в принципе это верно потому что уровень ее учеников абсолютно разный кто-то приходит вообще как говорится с улицы вообще ни с чем не знаком и вот и многие понятия неизвестны почему я это говорю сейчас к чему я говорю к тому что ту систему чакру который передавала нам свою очередь ольга михайловна она говорила немножко о другом формате что чакры они они идут вот именно в той структуре в которой мы привыкли ее рассматривать вот поэтому сегодня глубоко и много про чакры именно сами понятия до чакр я рассказывать не буду а мы только посмотрим энергетику я знаю что вам надоедаю своими повторами но повторяю я это лишь для того чтобы быть услышанной чтобы не искажали мою информацию и так рассматривать будем ну как обычно снизу вверх начиная с муладхары здесь я для себя чтобы не ошибиться у меня есть картинка названий почему потому что я с этой системой не очень работаю вот я могу в названиях и ошибиться и мы с вами переступаем отодвигаю красный камешек позиция номер один голубенький камешек мы с вами посмотрим первую чакру это муладхара она ответственна у нас за здоровье и безопасность одна из очень важных чакр к сожалению люди не придают ей значения особенно те которые занимаются целительством те которые занимаются магией ритуалами всевозможными практиками это наш как бы так сказать колодец что ли это источник это наш источник энергии это наш когда мы идем в банк брать ипотеку на то есть это наша некий кредит доверия энергии который нам дан и когда начинающие практики магии не разбираются с энергией и у них не прокачано это чакра что значит прокачана не напитана когда человек не понимает как взаимодействовать со своей энергией начинает заниматься ритуалами не работая с первой чакрой то он по сути все свои действия совершает на свои собственные энергии на свои собственные силы да то есть есть возможность к примеру подключиться ну давайте скажем так условно генератору и брать оттуда электричество и тогда ты свое собственное по сути не тратишь дает какие-то вот дополнительные силы а люди которые не понимают и они не подключаются ни к чему они берут и пользуются своими собственными силами и отсюда тот пример очень удивительны что многие целители многие практики в том числе и массажисты которые используют свою собственную энергию потому что ладошки они являются одним из из входов до энергии взаимодействия с энергией и не случайно я не знаю если вы присутствовали на обряде крещение и обращали внимание то поп всегда ставит крест на тех входах откуда может войти энергия в человеке так вот он всегда ставит на тыльной стороне ладошки и на внешней стороне ладошки крест да как как некая такая печать и в ногах тоже это некоторые из тех мест где он ставит крест вот при крещении да то есть некую такую печать какой-то массажистом проблема заключается с их здоровьем да что они принимают энергию они отдают свою энергию очень много ее вкладывают отсюда их собственные болезни может для кого-то информация она тоже будет важно поэтому первая чакра младхара она очень и очень важна это активность это наше здоровье это наша безопасность то есть когда у нас нету собственного здоровья что есть здоровье древние греки говорили это когда мы находимся все четыре стихии находится в гармонии находится в балансе вот когда у вас есть нарушение баланса стихий тогда вы больны да то есть дисбаланс нету гармонии поэтому сейчас мы посмотрим насколько ваша первая чакра младхара насколько она здоровая насколько в ней предостаточно энергии знаете с энергией здесь все хорошо ну ладно я не буду считывать так посмотрю на карту ну вот сказала все хорошо выпадает туз туз жезла да ну то есть начало потенциал огромный потенциал энергии в принципе тузы как начало да можно было бы сказать что это не так много но я все-таки убеждена что ваша энергия младхара сейчас она такая причем это еще и огонь да что непосредственно имеет отношение к энергии потенциалом много то есть энергии много для чего нам нужна энергия для того чтобы ну во первых жить они существовали да во вторых для того что если вы хотите реализовывать какие-то свои проекты задумки до совершать какие-то действия вам для этого нужна энергия так вот у вас энергия в потенциале она есть насколько вы ей умеете управлять или нет насколько вы ее тратите в ненужное русло то есть умеете поднять наверх это представьте себе как дудочка да у дудочки есть вот эти вот дырочки ноты да зависимости от того какую дырочку у мы закрываем очень грубо говоря прощение у музыкантов потому что не владея этой информации издает звук так вот если ее поставить вертикально они горизонтально дам дудку и закрывать с нижние по порядку дырочки не отпуская а снизу подсоединить к шлангу с водой то эта энергия да то есть вода она будет подниматься наверх а уходит она чисто визуально просто представьте дудочка да и у нее здесь есть дырочки в зависимости того какую дырочку мы закрываем если мы все закроем там 4 5 6 до вода снизу упадет и выльется сверху поэтому наша задача если мы хотим что-то создавать это создается на какой-то определенной энергии на каком-то определенном уровне поднимать эту энергию наверх если у нас пробита там первая либо вторая чакра дату вода по сути по изнутри этой дыр дудочки она не поднимется она будет выливаться наша задача все время ее поднимать на для того чтобы был была проточность поэтому ваш потенциал этой муладхары он есть вот но выпадает император да есть все равно какие-то ограничения то что я и сказала ранее то есть потенциала есть жизненная энергия у вас есть по сути но в каких-то моментах и фундамент если мы говорим про безопасность и фундамент некий он тоже присутствует вот но сказать что есть вот какое-то не но я его просто ощущаю если попробую вам его объяснить почему потому что вы знаете тратите эту энергию на данном моменте на на переживание за ваш финансовый аспект за вашу состоятельность то есть по сути энергия и здоровье у вас сейчас должно быть все хорошо с безопасностью отсюда у нас и финансы тоже в принципе чисто теоретически хорошо но вот ваши волнения и переживания они всегда будут связаны как раз таки с вашим финансовым аспектом всего почему-то на данный момент переживаете за деньги либо по поводу того являетесь ли вы состоятельным человеком или нет то есть это вы определяете да внешне вы можете быть успешные люди могут вас считывать как достаточно успешным человеком таким зрелым который плотно стоит на своих ногах но вы может быть иногда опять какие-то ваши убеждения да показывает что вы как будто бы ну не состоялись да либо бывают такие периоды вашей жизни когда нету денег и вы начинаете переживать волноваться на этот счет потому что такое ощущение что вот у вас земля из под ног уходит до ваш фундамент и вы начинаете сразу у вас появляется как отражение да на вашем здоровье поэтому чисто энергетически ваш потенциал он хорош я бы так сказала просто нужно а знаете как не то чтобы не переживать по поводу денег а давайте я скажу научиться вот этому вселенскому закону пониманию что есть деньги да как они вообще притягивается вашу жизнь как они работают как они аккумулируют то есть вот здесь вопрос вот этот вам нужно рассмотреть потому что здесь очень много у вас какого-то надуманного а поскольку сила у вас очень мощная да то вы как будто бы свои вот эти вот переживания здесь не страхи здесь переживания иногда надуманные они служат вам как знаете намерение которое вы хотите реализовать и по сути вы убегаете до от того чтобы ну не жить нищите а получаете как раз и противоположное что да это вот вас в ведет вот вот это вот страх переживания по поводу финансов да и по поводу своей безопасности то есть немножко неправильно используете силу намерения я вот так скажу а так потенциал у вас хороший если мы говорим о здоровье и безопасности мы здесь не почему-то показывают ожоги да если мы говорим о здоровье ожоги либо следы от ожогов у вас могут быть на данный момент вот либо это здоровье знаете не хватает либо возрастные какие-то болезни по у нас по императору идут либо болезни которые знаете связаны вот я про мышление сказала да я не хочу сейчас сказать ничего такого хорошего и плохого тоже не хочу сказать но вот знаете возрастные отсутствие гибкости я просто думаю как бы так культурно сказать чтобы никого не обидеть потому что если я просто скажу там иногда может быть в каких-то моментах вы может быть слишком категоричны да в каких-то моментах вы можете быть слишком жесткий то есть вам не хватает гибкости и это гибкость она краски выражается в вашем здоровье то есть где-то колени могут болеть где-то это может быть с суставами такое ощущение что вот не хватает какой-то смазки гибкости не хватает и в том числе гибкости ума но если мы говорим про здоровье то здесь вот возрастные тем более сейчас осень да и может быть такое что где-то ну что-то связанное с костями и головные боли кого-то могут мучить на то что здесь череп и слишком сильное осуждение по императору так хорошо следующая чакра у нас значит снизу вверх 2 оранжевая свадхистана она у нас ответственно за удовольствие радость вообще за эмоции за желание и безусловно за сексуальность здесь вот вот не хочу достигать интуитивно но все равно информация идет скажу здесь у вас все хорошо да вот именно желаниями сексуальности то есть вы понимаете мы по крайней мере если вы даже кому-то говорить о том что я не знаю чего я хочу это будет каким-то самообманом потому что внутри себя да вы четко знаете понимаете свои желания то что вы хотите как вы хотите я вижу здесь две категории людей если люди достаточно взрослые по возрасту дату такое знаете само ограничение в какой-то степени что а куда мне уже чего-то там желает либо каком-то там сексе говоришь либо еще что-то такое знаете некое отрицание идет если люди более молодого такого внутреннего биологического а именно внутреннего состояния духа я так людей делю не по паспорту по возрасту по состоянию духа то здесь в принципе все хорошо да мне так вот достаточно такая яркая энергия до эмоций может быть у вас сейчас такой этап хороший когда вот вы действительно радуйтесь наслаждаетесь собой либо какие-то моменты приятные мне показывает как этап сейчас так что у вас с фатхистан и ну вот тройка кубков да радость праздника веселья эмоции есть вы можете делиться да кто-то научился делиться радостью и эмоциями и вот еще одна троечка на тройка педаклей если мы говорим по энергиям то вы понимаете да что строки до десятки здесь вот как раз таки есть к чему расти по крайней мере тройка педакли нам говорит о том что вы выстраиваете да то есть вы учитесь сейчас работать со своими желаниями вы учитесь больше обращать внимание на себя на себя на себя больше позволять себе больше разрешать себе радовать себя высказывать какие-то свои желания то что вы хотите и вот здесь знаете как будто бы вы учитесь этому разрешению и это вас вам это нравится и на перспективу да это это даст вам какие-то свои результаты то есть вы как будто бы пробуете и вас удовлетворяет ваши результаты проб и отсюда вы у нас получается вот это вот радость да это порождает какие-то эмоции вот но это все в небольших объемах пока пока еще что третье чакра это манипура это солнечное сплетение солнечное сплетение в чё в теле человека это очень важный момент это его по сути центр потому что солнечным сплетением даже название до солнечное сплетение сплетение вокруг солнца этот центр поскольку в нашей вселенной как принципе в многих других мы все планеты вращаются вокруг солнца вокруг центра поэтому это является центром еще расскажу нашего организма он очень важный очень значимый именно поэтому это чакра у нас ответственно за за волю за власть за проявление себя в социуме за деньги за становление себя в социуме насколько нам это удается давайте посмотрим на сколько у вас так выпал аркан умеренности здесь знаете ощущение того что вот я говорю что это вашей жизни изменилось такое да и вы стали намного мягче то есть даже если вы внимание женщины почему потому что как правило нас женщина таким достаточно мужским характером здесь вот ощущение того что по умеренности что вы находитесь в каком-то более таком балансе что ли то есть ваше проявление во внешнем мире в мире социума она уже не такое активное не такое яркое не такое резкое вы как будто бы научились управлять хочется сказать здесь своими эмоциями хотя в принципе эмоциональный уровень это у нас была вторая чакра но здесь вот именно проявление вашей воли и власти она такое контролируемое это на самом деле здесь вода присутствует это на самом деле для человека который такой достаточно жесткий и конкретные серьезные структурный очень агрессивный это на самом деле может быть не совсем комфортно но вот у меня идет чисто интуитивно да по энергетике что мне кажется вы к этому и стремились да то есть если раньше как-то вот куда-то неслись очень ярко о себе заявляли хотели что вот о вас все знали чтобы управляли то сейчас как-то вот умеренность до умения то есть вы как будто бы с умом сейчас делаете на тратите так больше на энергосберегательном каком-то как этот уровне на или как это называется режиме находитесь пребываете да когда вы понимаете что окей если я буду появляться столько сколько нужно то есть здесь вот больше какую-то заботу о себе вы проявляете нам что касается денег вот знаете я не вижу чтобы сейчас и опять-таки помните в пе по первой чакре я говорила о том что есть переживание есть видимо какой-то этап не совсем о финансах речь идет почему потому что туз кубков он больше говорит о неком потенциале вдохновения о неком потенциале где вы возможно можете раскрыть свой какой-то дар какую-то свою способность но это не марсианское это не жестко а это скорее всего больше венерического когда по венере венерианская энергия может быть если вы взаимодействуете предлагаете свои услуги которые связаны с творчеством то в таком варианте я могу предположить что да есть некое такое развитие но вот опять-таки больше вы как будто бы заявляете в социуме о своем открывшемся даре либо о своем каком-то потенциале либо вы учитесь проявлять больше любовь в внешнем мире нежели вот эти вот энергия марса знаете хочется сказать что вот эти вот энергии они были бы более уместны либо на четвертой чакре либо на второй чакре да вот потому что все таки вода это не совсем про про третью чакру здесь уместнее был бы огонь но вот пока пока да вот заявление о себе может быть вы отдыхаете я не знаю поэтому сейчас вот именно третья чакра она не скажем так не совсем про вас не совсем актуально на данном этапе вашей жизни четвертая чакра любимая многими до анахата творчество то есть умение открывать свое сердце давайте посмотрим здесь мне прям сразу говорится у кого-то обиды есть ладно вот я сказала про обиды да и вышла семерка мечей вот я говорила изначально что я не хочу считывать негатив я бы порекомендовала посмотреть у мастера именно чакру анахату почему потому что семерка мечей здесь есть некий такой самообман некая такая хитрость когда мы не идем в новое не открываем свою чакру потому что знаете здесь есть вот какое-то такое убеждение которое мешает вам то есть где-то головой вы может быть понимаете но на уровне бессознательного все равно присутствует какое-то вот недоверие до боязнь боясь что меня обманут боязнь снова открыться здесь вот про доверие почему-то мне показывает да что вот ваше сердце оно не открыто если допустим кто-то из вас ищет сейчас как выстраивание каких-то отношений то я не могу сказать что у вас есть готовность желание может быть оно и присутствует но готовность как таковой нету почему потому что видимо прошлый опыт очень сильно оставил свой отпечаток на этой чакре поэтому либо вы знаете как то вот хочется сказать взаимодействуя с миром я хочу делиться я хочу любить я хочу что-то создавать но вот как-то знаете боязно и трусливо с оглядкой вот как-то очень очень неаккуратно вы это делаете если и делаете да есть неуверенность вот здесь вот пожезлов он говорит о некой такой неуверенности да вот вы делаете совершаете какие-то шаги робки по знаете как этот представьте цветок бутон и внутри этого бутона вы и вы как будто бы один лепесток открываете и смотрите как это как дюймовочка да и смотрите вовне соки и безопасно да я могу с кем-то заговорить не выйти внимание не выйти из этого цветка а просто заговорить либо открываете окно и выглядываете из окна да с кем я могу просто переброситься несколькими словами потом опять закрываете здесь не идет речь о том чтобы вообще открыться или выйти до из этого цветка из этого дома как-то во внешний мир не это вообще это это из района фантастики да здесь очень страшно еще пока это делать но по крайней мере да вот это вот аккуратненько я аккуратненько приоткрою я боюсь но у меня есть желание это сделать да здесь выпадает краски великие аркан это тоже важная чакра для вас говорящий о том что у вас есть желание изменить да у вас есть желание взять бразды правления своей жизни свои собственные руки именно поэтому вы не закрыты ваше сердце она не закрыта а вы его периодически приоткрываете и опять закрываете когда чувствуете что опасно когда безопасно открываете взаимодействие то есть это уже очень важный шаг вашей жизни потому что до этого момента вы были закрыты но сейчас уже как-то стараетесь пробуете что-то делаете то есть здесь есть желание изменить изменить ситуацию так идем дальше пятая чакра вишутка общение самовыражение горловая чакра это умение опять-таки для практиков умение взаимодействовать с учителями с тонкого плана либо с нашим высшим я высшее я и учителя это один и тот же с тонкого плана это один и тот же уровень то есть это чакра она у нас соответственно за наше убеждение по поводу того как я могу себя выражать да насколько я могу правильно корректно доносить ту или иную информацию здесь назначить выпадает четверка мечей и десятка десятка пентаклей да самовыражение и общение ну вот карты сразу могут сказать что для кого-то вот прям буквально да нету общение семьей так в принципе если мы рассматриваем у меня такое знаете это тащение табу табу о том чтобы говорить о деньгах либо говорить о своей семье то есть в самовыражении все что будет связано с семьей и либо с финансами здесь сложно что это может означать это может означать о том что сложно обозначивать цену своей своим услугам да то есть вот говорить о о деньгах именно разговоры вести неприятные либо какое-то вот отдаление бездействия по поводу семьи да то есть я вообще не хочу говорить о том хочу ли я например там выходить замуж либо жениться либо как как и вообще что у меня там семье происходит да то есть вот очень это одна из ваших ценностей семья и материя для вас это важно почему ну вот звезда выпадает потому что это это важно для вашей души это состояние вот именно вашей души знаете такое вот ощущение что есть у кого-то из вас такое убеждение что если у меня есть деньги опять-таки по поводу самореализации то что мы говорили в самом начале это проявление того что я смог реализовать свою душу да вот какие-то свои потребности какие-то свои желания то есть умение говорить на с душой у меня вот выражение то есть либо вы зарабатываете на на вашей горловой чакры словом выражением пением звучанием да либо кто-то наоборот проводит какие-то ритуалы где важны голосовые какие-то связки здесь какие-то надежды надежды ну вот и выпадает императрица у кого-то здесь вот сложность именно созданием семьи либо заново выйти замуж либо про статус то есть опять таки видите материя выпадает как какая-то прямая связь есть между тем что вы говорите о своей семье либо о деньгах каждый уже выбирайте самостоятельно кому что ближе хотя в принципе напрямую может быть вы и не заметите но косвенно эти две сферы они пересекаются потому что императрица у нас здесь соответствует краски планета венера да аркана императрицы а венера это кроме любви и красоты это еще и планета финансов денег поэтому здесь статус он важен а статус без финансов тоже как-то вот достаточно сложно я не имею ввиду статус быть в браке статусная личность да то есть она должна внешне по крайней мере подтверждаться какими-то атрибутами как правило это материальные какие-то атрибуты своей статусности то что мы показываем для вас это важно это возможно ваши мечты это можно вашим возможно ваши надежды какие-то которые вы хотите реализовать которые вы стремитесь но пока этого этой возможности нет вы пока про это не говорите не ну умалчиваете либо ваша профессия если она связана с ораторским мастерством либо там где вы используете свой голос то вы ваши клиенты связанные ну то есть это люди хочу сказать банкиры люди которые приходят к вам за помощью по поводу семьи по поводу деторождения то есть там эко либо врачи как-то вот педиатры да то что связано с семьей с детьми и с деньгами так следующая чакра шестая аджна это третий глаз интуиция внимание ну и непосредственно магия что здесь аркан силы выпадает великие арканы пошли прекрасно мне хочется сказать что из всех чакр которые здесь мы рассматривали вот это очень ярко выраженное ну и предыдущее что мы с вами рассматривали да тоже ярко выраженное почему аркан силы и аркан мира два два великих аркана из трех на диагностику этой чакры здесь говорится о том что да у вас есть сила у вас есть способность у вас есть причем аркан мира это есть третий глаз если вы посмотрите вот так да перевернете в колоде тото это видно очень хорошо да то здесь краски получается изображен глаз и это не случайно потому что третий глаз открывается тогда когда у нас происходит слияние нашего высшего и низшего я тогда открывается иное мировоззрение тогда открываются иные способности возможности да то есть проще говоря двадцать первого аркана это аркан просветления если мы говорим в разделе духовности но в данном случае если мы рассматриваем да насколько у вас развито внимание хорошо да плюс ко всему еще и туз педакли шанс возможность у вас что-то открылась да какая-то возможность какая-то способность очень прекрасно у вас развитая интуиция сила намерения у вас огроменная вот и мне хочется сказать что это вот сейчас у вас произошло да то есть были какие-то задатки ранее помните мы говорили по третьей чакре что у вас туз кубков был удар какой-то вот вы открыли какую-то способность либо открываете и вот здесь вот идет очень яркое проявление да вот именно по энергетике это самая такая достаточно сильная и причем аркан мира он на правильном месте находится да то есть это вот как раз шестая чакра даже если бы он открылся на выполненную седьмую чакру это тоже было бы правильно потому что аркан мира это пройденный этап это завершение это безусловно шаг в нечто новое но это прохождение большого какого-то и завершение очень важного этапа в нашей жизни и по сути это слияние с духовным слиянием вообще знаете вот это вот единство с миром да ощущение понимания сопричастности к чему-то большему когда ты являешься миром а мир является тобой то есть вот это вот слияние двух сил принимающие и дающие это очень высокий уровень на самом деле плюс ко всему еще аркан силы который сам по себе тоже является магическим помимо дьявола и луны поэтому здесь это вот прям какой-то шанс какая-то возможность может быть кто-то из вас там что-то практикует по этому поводу поэтому интуиция очень хорошо развит у вас здесь но хочется сказать что есть еще даже какая-то помощь помощь каких-то сил хорошо и последняя чакра это сахасрара это непосредственно связь с нашим высшим я с богом с вселенной отшельник отшельник философ и королева кубков вот смотрите по сравнению с предыдущей чакры да вот это вот как-то она есть она присутствует связь есть я могу сказать но она такая знаете как-то вот хочется сказать достаточно интуит интуитивная какая-то вот эмоциональная непостоянная есть у вас связь есть у вас налаженный канал вот но то ли вы с ним как-то не взаимодействуете то ли то есть я не могу я не ощущаю вот этот вот мощи который был на на аджине связь есть да по отшельнику но она такая знаете вот она все таки хочу сказать что она зарождающая какая-то да по солнцу видите вот видимо когда у вас открылся там какие-то способности да магические саджи одновременно либо вы что-то сделали одновременно у вас появилась связь с вселенной с высшими силами но по солнцу это это что-то новое это новый какой-то поток который у вас открылся энергетический да он он еще не стабильный давайте вот так скажу он есть и здесь такое ощущение что когда вы включаетесь в этот поток да он работает потом какое-то время вы взаимодействуете поработаете прекращаете как будто вы знаете вот вашего внимания не хватает не обращаете внимание и он не то чтобы истощается а он как будто бы хочется сказать становится прозрачным что ли незаметным ваша задача сделать его более активным больше обращаться больше прокачивать вот нисходящий поток да то что идет с космоса то что идет свыше как-то прокачивать и вообще здесь знаете общая энергетика такая что больше вам нужно прокачивать свою энергию да что это значит больше заниматься активными движениями чтобы вот энергия не застаивалась потому что вы знаете вот такое ощущение что все как будто бы вот в задатках каких-то в зародушек да по кроме аджны все вот как-то вот в потенциале да в начинающем а есть возможность допустим на десятку есть где-то все вот как-то где-то на троечку вот на семерку все остальное где-то там на троечку четверки понимаете это достаточно далеко да вы можете прокачать просто не хватает больше что-ли обращает внимание на себя спортом заняться движение вот как-то вот активности огонька не хватает очень много воды и очень много земли, то есть очень много материи и эмоций, не хватает вот огня, огня жизни, движения, вот непосредственно самой любви к жизни, к желанию, вот это вот, знаете, жажда жить, я хочу жить. Такое ощущение, что вот докажите мне, что вы хотите жить, что бы вы делали, вот начинайте это делать. Вот такое ощущение, что вот докажи мне, что ты хочешь жить, что ты вот заслужила не зря эту жизнь, вот прям такой вот огонька, огонька не хватает, может еще и погода сейчас такая в России, насколько я знаю, снег выпал, в Москве, да, я видела, это у нас вон за окном 24. Вот такая вот у меня была первая позиция, вот карты не буду складывать обратно в колоду, жду ваших комментариев и обратной связи по поводу того, что было сказано ранее, а мы с вами переходим к позиции номер да и красненькому камешку. Итак, двоечки, если вы не смотрели вступление, да, и не слушали, в самом начале хочу сказать, что я не буду смотреть негатив на чакрах, а просто посмотрю общую энергетику. Итак, начнем. Может взять в санную всю колоду? Нет. Самый первый муладхар, который у нас соответственно за здоровье и безопасность. Посмотрим энергетику вашей первой чакры. Знаете, что-то мне не очень-то и нравится. Не очень нравится, почему? Потому что выпадают кубки, вода, да, вода, десятка жезлов и паш мечей. Я не хочу сказать, что вы болеете, да, но какая-то, знаете, вот вообще ваша энергия, да, то есть начало вашего энергетического столба, она какая-то вот не очень чистая, знаете, вот как будто бы мутная, какая-то, что ли, отсягощенная чем-то из прошлого. Чем-то из прошлого. То есть сказать, что вот прям здоровый, вот полные энергии. Это когда, знаете, на поверхность озера, да, либо бассейна осенью, когда начинают падать листья, вот, и вроде бы ты понимаешь, что вода-то чистая, но листья, они все равно как будто бы эту чистоту нарушают. Здесь вот хочется сказать, что вроде бы энергия такая чистая, вот она застоявшаяся, во-первых. Но вот как-то вот что-то вот поверхностное, есть что-то, что вас отягощает. Есть что-то, что отягощает эту энергию. Вторая десятка была, десятка мечей, какое-то завершение, да, какой-то вот переходный этап очень, ну вот как-то трудно, сложно, да, здесь какие-то трудности, сложности, не хватает энергии на решение этой задачи. Вот так давайте скажу. То ли вы выздоравливаете, то ли нету сил здесь, да, нету сил, нету энергии. То есть вот первая чакра очень важная, очень значимая. Здесь как будто бы измотаны, да, истощены. Вам нужно позаботиться. Позаботьтесь, пожалуйста, о своем здоровье физическом, очень важно, да, о безопасности, о первых самых потребностях, это еда, вода, сон, прям отдыха. Вот здесь какие-то трудности, да, что-то тянется, тянется из прошлого, то ли какие-то болезни из прошлого. Я не могу сказать, что это хроническое, здесь нет ничего такого отягощающего. Здесь как будто бы, знаете, вот просто энергия не хватает, устал, много обязанностей, там везде надо бегать, везде надо что-то делать, решать. Но у меня не хватает. Вот нет у вас. Первая чакра уже говорит о том, что оставляет желать лучшего. Нету негатива. Я не вижу, чтобы здесь был негатив. Я просто вижу, что здесь есть что-то, что... Какие-то, вот знаете, вот головные боли. Голова начала болеть. В общем, здесь как будто бы вы истощены. Повторюсь, но все равно, как другого слова, подобрать не могу. Нету энергии. Сейчас нету энергии. А это очень важно, что если нет энергии, вы не сможете ничего реализовать, вы не сможете ничего получать. Поэтому обращаю сразу внимание на первую чакру. Хорошо. Вторая из Факистана, которая ответственна за удовольствие, радость, секс, желание. Здесь насколько... И что у вас... Так, знаете, мелко хочется сказать. Хотя появляется великий аркан, мелко, конечно же, энергии нет. Поэтому сказать о том, что есть какие-то удовольствия. Давайте так скажу. По поводу удовольствия пока нет. Есть желание, есть стремление. Причем, знаете, может быть даже и секс есть. Потому что это все-таки энергия сексуальности, она тоже присутствует. Такое ощущение, что вот вы как будто бы вот эту вот потребность свою на удовольствие кто-то реализовывает через ребенка. Либо много сил и энергии отдаете ребенку, маленький какой-то ребенок, дети. И поэтому вот как-то вот всю энергию туда перенаправляете. И вы как будто бы истощены. Поэтому сказать, что вы удовлетворены своей жизнью, нет. Вы как будто бы сейчас определяете, с чем-то анализируете какую-то ситуацию. Умеете ли вы выражать свои желания? Мне хочется сказать, что нет. Восьмерка мечей, нет. Вы не умеете. Желания у вас есть, но как-то вот их реализовывать, заявлять, говорить про эти желания. Нет. Здесь очень много рамок, очень много надо. Очень много надо. Здесь жестко. Жестко. То есть по идее здесь должны быть кубки. Здесь должны быть это вот пассивная такая чакра, которая приносит, женская, которая приносит удовольствие. Но здесь я не вижу, что по крайней мере. Это этап, то есть мы помним. Во-первых, это общий расклад незабываемый. Он не обязательно должен вам подходить. Он вообще вам не должен подходить. Почему? Потому что это все-таки не диагностика, а такой общий срез энергетический. Вас много, расклад здесь один. Поэтому огорчаться сразу не надо, перетягивать на себя. Это говорит, что вот прямо это это. Нет. Но информация здесь говорит о том, что есть какие-то ограничения, которые останавливают вас от удовольствия сейчас. Идет какое-то определение с чем-то. Что-то вы анализируете, с чем-то. Принимаете какие-то, даже не принимаете решения, а вы обдумываете. Здесь был какой-то уход. Уход. Здесь знаете какое-то ощущение уход от удовольствия. Вы сами уходите, вы сами себе запрещаете. Здесь нет каких-то внешних факторов. Это вот как будто бы, знаете, ваш вынужденный выбор, какое-то ваше внутреннее жертвоприношение. Ладно, что у нас с манипурой, с волей, властью, деньгами, проявлением себя в социуме? Как вы проявляетесь в социуме? Хотя секс у вас есть, да? Но по-второй, то есть это вот может быть единственное, что вам приносит удовольствие. В социуме, да, спрашиваю, что у вас в социуме? Ну, что у вас происходит в социуме? Выпадает аркан смерти. Прекрасно. Здесь, а в социуме у вас кубки. Ну, вот. Ну, ну, как это? Как это проявление у вас? Что у вас здесь с деньгами? вроде бы, знаете, вот хочется сказать, что касается денег и вот именно вашей статусности, то должно, как-то, знаете, вот визуально вы как будто ободеваете маску и да, показываете, что вот вас все удовлетворяет, что все хорошо, но идут какие-то перемены, идут какие-то то ли что-то со старым вы завязываете, да, ставите какую-то точку и это имеет отпечаток на вашем проявлении в социуме. Ну, вот, если говорить о воле, то нет, вы не волевой человек, вы не сейчас, да, делаю оговорку на сейчас, потому что, вы знаете, такая двойственное ощущение, с одной стороны ваш потенциал, а с другой стороны такое ощущение, что это стресс в моменте сейчас, вот там, где сейчас я вас словила, вы слушаете этот расклад, вот вы, может быть, находитесь в таком-то состоянии, понимаете, потому что это не ваша природа, это не ваши задатки энергетические, здесь вот у вас больше огненности, больше страсти, ответственности, а здесь какое-то вот это, вот знаете, то, что начали с самого начала, да, по здоровью, вот какой-то вот упадок, хочется сказать, гормоны пляшут, так и здесь, да, то есть, поэтому внешне вы одеваете маску того, что вы удовлетворены, что вам все нравится, вы спокойны, вы как будто вы владеете ситуацией, но на самом деле здесь вы в социуме, а власти здесь вообще речи не может быть, хотя вы человек, который вот энергетически мне идет, человек, который может быть лидером, который может вести за собой, да, такой достаточно волевой человек, а здесь вы как будто бы подневольный, но это вот этап переходный, потому что вот аркан смерти, знаете, здесь чувство, что вот вас словили врасплох, какой-то, знаете, вот словили вашу уязвимую у вас в уязвимом каком-то моменте, когда вы как-то вот переживаете, вам сейчас не о том, чтобы как-то проявлять себя в социуме, заявлять, светить, что-то говорить, вас сейчас больше тревожит что-то иное, что вас сейчас беспокоит, почему вот это вот все, вот пятерка кубков выпало разочарование, четверка кубков, сейчас как будто бы вы нету сил, вы не способны, с самого начала как показал расклад обесточенности, да, о каких-то утратах, потерях, переживаниях, сейчас вы вообще не в состоянии как-то проявить, заявить о себе, да, сказать, и ну и в таком состоянии деньги, ну разве деньги могут прийти на кубки, на эмоции, нет, есть какой-то переходный этап в вашей жизни, хорошо, что у вас с сердечной чакрой, с анахатой, и вот причина всех причин хочется сказать, почему, потому что выпадает десятка кубков, повешенные и тройка мечей, да, здесь вы как раз-таки проходите по повешенному урок, и вот отсюда у нас мечи, все эти переживания, скорбь, утрата, вот обесточенность энергетическая, то есть если мы говорим о дырке, в чем причина дыры вашего кокона, это вот ваша сердечная чакра, как-то вот вы знаете, жертвуете, ограничиваете себя как-то вот в сердечных удовольствиях, если не говорить мудренно, то не хватает любви, какая-то здесь вот любовная драма разворачивается, именно в вашем сердце, здесь боль, скорбь, утрата, утрата, и знаете, любовь это не обязательно какому-то человеку, а это вообще вот чувство, ну, нет, здесь не чувство одиночества, я думаю, может здесь нет, здесь нет чувства, здесь нету наполненности, да, то есть что бы вы сейчас не делали, вот больно вам, больно в сердце, очень больно, и это урок, это урок, прям было два аркана, два аркана инициации всей колоды, говорящей как раз о том, что какой-то вот такой очень важный трансформационный период в вашей жизни происходит, и поэтому, знаете, вот там с одной стороны все разболтано, а с другой стороны еще как-то вот настроить нету, это когда есть пианино, которое раньше обычно когда при переездах перевозили пианино, всегда потом звали мастера для того, чтобы он его настраивал, так вот здесь ваше пианино, пианино ваше сердце, вашего сердца, оно расстроено, да, то есть его нужно настроить, то есть оно, потенциал есть, но оно расстроено, и это связано как-то с сердечными какими-то переживаниями по поводу короля жезлов, либо за будущее свое, либо по поводу человека такого достаточно храброго, мужественного, огненного, позитивного, либо это может быть, что вы ощущаете, что вы утратили себя, именно как мужскую такую энергию активную, ну здесь какой-то вот все равно любовный личные отношения, ваша личная жизнь, она влияет сейчас на всю энергетику, поэтому здесь даже понимаете, не то чтобы считываем энергию чакр, хотя они в принципе и показывают информацию того, что происходит с вашим коконом сейчас энергетическим, если бы рассматривали тела, то эфирное однозначно бы и эмоциональное страдало, было бы самому уязвимо вот эти вот эфирные, что у нас непосредственно ответственность за здоровье, и это то тело, которое ближе к нам, и эмоциональное, вот там у вас вот раскачка очень сильная, что у вас по вишутхе, это общение, самовыражение, что у вас по вишутхе, ну неуверенность, да, здесь вы как будто бы хотите словить баланс, да, словить баланс, но пока здесь тишина, знаете, ощущение, что я не хочу ни о чем говорить, пока все как-то вот стабильно, хотя присутствует какая-то неуверенность, переживание по поводу денег, по поводу финансов, ну ясное дело, когда личная жизнь расстроена, финансы это вместе идут, да, то есть как-то потому что не хочется работать, нету желания, вот, и финансы, финансы, они приходят на удовольствие, они приходят на на любовь, на позитивную какую-то энергию, а здесь нету этого, поэтому общение самовыражения, я бы сказала, по крайней мере сейчас у вас нету желания с кем-то общаться, что-то говорить, самовыражения здесь нет, здесь самовыражение то, что пойти заработать деньги, да, тупо, и желательно, чтобы со мной никто не разговаривал, поэтому если ваша профессиональная сфера связана со сферой услуг, где вам так или иначе надо общаться с людьми, вам это сложно будет сейчас, очень желательно, чтобы вы работали где-нибудь, я не знаю, молчать, потому что есть время подумать, потому что сейчас тишина, тайна, покрытая мраком, вот, а либо если вы все-таки работаете в сфере услуг, да, то пока вы как будто вы не уверены по поводу того, можете ли вы передавать какие-то мистические знания и зарабатывать на этом, то есть ваше взаимодействие пока самовыражение присутствует какая-то вот неуверенность, неуверенность на этот счет, смогу ли я зарабатывать на этом, смогу ли я выражать, знаете, вот здесь сейчас на данном этапе вам проще было бы как-то вести переписку, то есть если есть такая возможность взаимодействовать с клиентами через соцсети с сообщениями, вот это было бы для вас сейчас пока идеально, потому что голосом нет, здесь пока вот хочется сказать кто практикует вообще что-либо идеальная практика была бы сейчас взять паузу и молчать, да, желательно дней 5-6 просто вообще ни о чем ни с кем не разговаривать, если общаться только с помощью переписок, да, знаете, вот паузу молчания взять, почему-то это будет очень важно, ладно, идем дальше, аджна, все, что связано с вниманием интуиции магии, что у нас здесь, ну вот с магией все хорошо, дьявол, как это, как это, конечно, у нас все хорошо с дьяволом, да, с интуицией, есть магические способности, есть великое осознанное, то есть осознанность у вас присутствует, да, то есть вы, по крайней мере, человек, который может развиваться в этом направлении, да, и рыцарь кубков, говорящий как раз-таки о душе, интуиции, интуиция у вас развита, кто-то из вас действительно практикует магию, магию, здесь такое, знаете, ощущение, это вот прям очень маленький процент, процентов 5 будет люди, которые действительно практикуют темную магию, и это делают осознанно, то есть понимают последствия, и это их выбор, вот, знаете, кого-то там наказывать, кому-то что-то возвращать, но это прям очень маленький процент, если мы все-таки говорим по поводу внимания и интуиции, да, здесь вот очень сильно, причем, знаете, так интересно, первая позиция у меня тоже, именно Аджна была такая достаточно сильная, но там сильная она по-другому, там больше такое вот намерение, да, умение реализовывать своими мыслями, да, сила, сила намерения, сила воображения, вот именно сила, а здесь у вас такое, знаете, вот больше магическое. Увело меня очень глубоко, не буду я это говорить, но если для общего зрителя, так скажем, да, который не практикует все-таки какие-либо ритуалы, то интуиция у вас развита, да, развита. Я не могу сказать, что вот прям идеально, да, но вот здесь где-то процентов на 70, мне хочется сказать, что вот она развита. о чем здесь, вот здесь просто знаете, вы еще как будто бы не уверены, не уверены, хотите ли вы, если мы говорим о магии сейчас, вы не уверены о том, что хотите ли вы заниматься этим или нет, почему, потому что здесь как будто бы есть страх, а не наврежу ли я, да, то есть есть какие-то запреты, а что мне за это будет, то есть опять то, что я говорила, 5 процентов это осознают, а остальные, не то, что вы занимаетесь черной магией, нет, ни в коем случае, а вообще, если вы не совсем понимаете, что вам за это будет, то, что вы и делаете, как-то используете свою интуицию, то есть вы не понимаете, нужно ли вам это или нет, то есть где я, допустим, могу использовать свой навык, свою способность, еще не совсем понимаете, да, потому что вот здесь вот шут, здесь то ли что-то такое новое вы хотите использовать где-то, либо только, ну это, к примеру, да, изучили карты Таро и хотите практиковать, да, вот то есть начинающая, то есть способность есть, навык есть, но это еще не прокачано, да, то есть это вот в начале, то есть я еще пока не понимаю, а что мне за это будет, то есть такое чувство, что как будто бы знаний не хватает, вот, и вот этот вот, вот эти вот сомнения, это как раз отсутствие света, полное присутствие света, так скажем, да, то есть есть еще какая-то вот тень, что-то еще непонятно, что-то еще неизвестно вот поэтому здесь на способность она есть насколько у вас связи с богом и вселенной последняя чакра сахасра развита на что у вас здесь по 7 фиолетовой чакре связь вот здесь вот опять какие-то знаете переживания сомнения еще расскажу позиция такая что видимо я словила вас врасплох а почему потому что все так знаете шатковалка все нету какой-то структурности все наполнено мечами все наполнено какими-то суждениями если у вас связь помогу да есть связь вот и двойка кубков у нас говорит что должна была быть она сбалансирована гармонично но вот как ни странно девятка мечей она мне как будто бы энергетически перекрывает даже самого мага хотя энергия мага она мощная то есть здесь как будто бы знаете вы своими какими-то страхами до перекрывается закрываете этот эту связь знаете как будто бы есть чувство вины что-то мне за что-то прилетит вот меня не оставляет в покое этот дьявол почему потому что я в разных раскладах его интерпретирую чисто энергетически по-разному когда в прямой позиции когда в перевернутый вот здесь вот он мне кажется в перевернутой позиции то есть вот такое знаете некое искушение неприятная энергия такое чувство то что вот присутствует какая-то если мы если бы мы говорили о негативе на на чакрах вот я бы сказала что вот эту чакру вам нужно проверить что-то мне здесь мне не нравится не нравится в этой энергии и вот из-за этого у вас как будто бы связь перекрывается знаете когда расстаешься допустим с человеком и вот еще на им на эмоциях и есть вот это вот желание чтобы ну вот мне плохо чтоб тебе тоже было плохо да чтоб ты тоже понял насколько мне больно вот и иногда в горячах можем сказать что-то да там даже элементарно чтобы тебе пусто было да вот ну горячах на эмоциях вот и а слова ведь пустоту никуда не уходит они продолжают и нужное время они всплывают и как правило всплывают тогда когда ты уже успокоился когда уже тебе безразличие на этот человек и тогда случается что-то и ты начинаешь это видеть у тебя появляется чувство вины зачем почему почему я не сказал почему я не сдержался да почему не промолчала тогда когда нужно было вот здесь вот этот какой-то знаете то есть тогда это было актуально какой-то вот бумеранг понимаете вот у меня мощение того что вот мы делаем считку энергетическую по чакрам да а мне вот здесь вот какую-то ситуацию показывают и не имею ввиду что вы там пошли кому-то что-то заказали чтобы наказали вашего противника но человека который сделал вам больно но здесь как будто бы вот вы знаете хочется сказать я я в себе закрылся и ни о какой связи с высшими силами сейчас я и не думаю то есть я даже не обращаюсь туда я даже вообще и не думаю в эту сторону то есть не рассматривая то что вот может помощь прийти откуда-то свыше здесь как будто бы человек он на свои силы опирается он закрыт в себе и он даже не думает о том что можно получить какую-то помощь а связь да есть канал канал у вас есть с высшими силами но потому что маг да вы знаете возращение того что у человека есть потенциал где-то на восемь на девять из десяти а вы сейчас находитесь где-то на двойке что понимали ваша энергия какая сейчас что с чем у вас вот это вот вина связано может быть у кого-то действительно папа умер неприятные вещи но почему-то мне такое взрослый человек и вот знаете как-то вот словила вас не очень приятном состоянии но это вот прям для кого-то прям единицы не знаете здесь такое ощущение что утрата до боль скорбь о чем вообще мы сейчас говорим это вот переживание у кого-то а для других людей здесь вот эти вот переживания они могут быть связаны с тем что как будто вы знаете вот человек раскаялся он как будто бы понимает что вот неправильно выстраивал свое мировоззрение не то не то знаете вот здесь как будто бы сожаление где-то такое ощущение что вот когда не знаю почему но у меня так пришло когда мужчина раскаивается почему улыбаюсь потому что я не видела своей жизни мужчину который бы раскаивался каких-то своих грехах вот но почему-то вот мне идет такая вот энергия именно мужская мужчина который раскаялся в чем-то и вот он сожалеет да здесь вот это вот вина а почему именно это связано с чакры сахасары связь бога с селеной здесь как будто бы знаете человек осознал что вот неправильно он живет да что вот не живу как будто бы я по божественным каким-то законам что вот прилетит мне за то что что-то я сделал не так я говорю здесь вы положили карты инициация ощущение того что вот вы сейчас то что проживаете это должно как будто бы изменить ваше сознание ваше мировосприятие это какой-то переходный такой этап когда в вашем сознание что-то поменяется как-то по-другому будете смотреть на жизнь и чтобы тогда с этим каналом тогда вы пойдете поспеть постепенно в рассвет до в движение в развитие обретете какую-то стабильность здесь у вас это этап это у вас урок и он связан с тем что вы будете прорабатывать как-то свой материальный план и вот эти обманы здесь как будто бы знаете как этот платите платите какие-то свои долги это не обязательно долги этой жизни это может быть и прошлый но вот какие-то долги прошлого вы сейчас оплачиваете поэтому не случайно самая первая чакра у нас выпала шестерка кубков карта прошлого и десятка жезлов да то есть трудности сложности свят здесь вы как будто бы принять решение долги прошлого оплачиваете знаете как то чтобы изменить свое мировоззрение свое мировосприятие да вы как будто с прошлым с чем-то должны рассчитаться что вот вас как-то высвободила до отпустила и вы пошли дальше но это вот когда развода то есть все точки над и расставили каждый взял то что вложил разделили там землю дом детей машину недвижимость движимость все такое и человек начиная с чистого листа а здесь это связано с вашим мировоззрением да ну как будто бы долги расплатитесь с людьми кому что должны были опять-таки расплата не финансовая развязать я имею ввиду какие-то вот свои кармические задолженности к людям и тогда вам скажут все а теперь ты как говорится гуляй вася и живи так как ты хочешь вот вы как будто бы здесь с этим расплачиваетесь на и вышел аркан суда вот как раз таки потом у вас будет перерождение сейчас вы находитесь в том этапе когда вас ведут к перерождению к завершению какого-то огромного огромного цикла где-то когда то что-то вы накосячили кто-то может быть и в прошлых жизнях где-то занимался может быть магией и а в этой ему приходится расплачиваться я имею ввиду черной магии а в это ему приходится расплачиваться да причем расплачиваться какими таким не знаю может быть своими какими-то качествами люди как вам относятся то есть здесь что такое вот прям очень кармическое кармическое мне веет поэтому я и сказала это этап Причем, знаете, это не просто этап, который надо прожить, а вы в нем должны что-то понять. Это как этот феномен бабочки, когда на одном конце света ты что-то делаешь, причинно-следственная связь, она срабатывает, условно говоря, на другом конце света. Вот здесь что-то такое, то есть вы когда-то что-то сделали, тогда вам это как-то вот, ну я не знаю, как говорится, незнание законов не освобождает вас от ответственности. Вот сейчас к вам прилетела эта ответственность, и хочется сказать не вовремя для вас, но вовремя для Вселенной. И вы как будто бы сейчас отрабатываете вот эти вот все свои уроки. Но они нужны, это вот ваш урок, он с одной стороны даст вам потом возможность высвободиться, завершить, развязать эти ситуации, а с другой стороны вы через вот этот вот опыт, опыт через этот урок вы изменитесь, да, то есть он настолько ставит вам очень яркий отпечаток в вашей жизни, что после этого сменится ваше мировоззрение. Ну это знаете, как люди, которые там служили на войне, да, и вот вернувшись в мирное время, у них все равно вот где-то контузия какая-то остаются, какие-то страхи, то есть отпечаток он настолько яркий, что он влияет на всю оставшуюся жизнь. Либо люди, которые сидели на зоне, в тюрьме, да, в местах не столь отдаленных, то есть либо люди, которые, я не знаю, пережили клиническую смерть. Потому что какое-то вот очень яркое такое, знаете, потрясение, причем это было не разовое, это было очень долгое время, да, где вам нужно было так себя вести. Вот сейчас это подходит к концу, идет перерождение, но это очень важный урок, потому что что луна, такой достаточно важный урок, и это последний урок на пути развития души луна, 19-й аркан. Потому что начиная с 20-го, солнце светлый аркан, да, 21-й, 20-й сход и 21-й мир, то есть это светлые такие арканы, это состояние души. Вот, как-то так, вот такой вот энергетический срез был, я не знаю, у меня такое ощущение, что я не оправдала ожидания некоторых из вас, то есть кто-то ожидал, что я буду говорить, какая прям, есть ли негатив на той или иной чакре или нет, но здесь вот просто мне показали, знаете, иногда в раскладах есть такая вот, в моих раскладах, я всегда говорю только за себя. Есть такая очень интересная штука, что Таро всегда показывает то, что оно считает нужным. Я не знаю, как это работает, точно объяснить не могу, но иногда даже я, когда мы говорим об искажении информации, когда я открываю свой рот, я так или иначе начинаю искажать информацию, потому что я ее воспринимаю на уровне состояний, на уровне энергии. И когда ты эту энергию начинаешь облащать форму, любая форма ограничивает суть того, что она облачает. Так вот, Таро такая система очень интересная, что иногда мне кажется, что я могу повлиять, допустим, возникают такие мысли, а то, что я передаю, не мое ли это? Так вот, в данном случае я получаю для себя подтверждение того, что я не это хотела сказать. То есть если бы я рассматривала, я как личность, не как информацию, которую я транслирую, а именно я, то, возможно, я бы по-другому смотрела, то есть другие вещи. Но Таро показала именно то, о чем я вам транслировала. И напоминаю, что мои расклады не слушайте никогда аудиально в контексте слов. Не обращайте внимания на слова, а старайтесь читать подтекст между строк. То, что вы слышите между этими. Так очень красиво. Мне недавно в комментариях написала одна женщина, что, Елене, секрет вам скажу, не слушайте ноты, а слушайте паузы между ними. И я до сих пор не могу понять, как это. Но мысль эта в голове, она зацепилась. Я вам благодарна за эту идею. И попробую послушать, как это паузы в музыке. Так вот, в тексте, как-то я умею читать между строк, и людей понимать между строк, а надо теперь музыку научиться слушать между строк. Так вот, я вам и говорю, что попробуйте почувствовать расклад. Не словами услышать, не цепляйтесь за слова, а попробуйте почувствовать энергетику того, что я говорю. И вот это будет намного ближе той информации, которую я транслирую, но при этом искажаю своей речи. Вот такой был у меня сегодня расклад, достаточно большой. Я благодарю вас за комментарий. Если вы не слушали вступление, лучше послушайте, чтобы уже не пересказывать. Но если вдруг кто-то ее не слушал, я скажу, что расклады не будут платными. Вот это главная идея, которую нужно было вам донести. А платные будут только прямые эфиры. Поэтому не переживайте, что я не буду делать для вас расклады. Расклады буду делать, потому что в первую очередь они мне приносят удовольствие. А то, что приносят мне удовольствие, нет смысла останавливать. То есть наоборот, приумножать и продолжать это делать. Я прощаюсь с вами. Хочу пожелать вам всем прекрасных, отличных выходных. И до новой недели, до понедельника. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok